гипертония пьют два года триплексам узлы в щитовидной железе два года пью утерокс холецистит панкреа дискинезия микролит правой почки все суставы хрустят зрение падает в последнее время лишний вес и так с чего необходимо начинать вам александр я хочу вам сказать вам необходимо один раз в неделю делать голод вам необходимо этот голод сопровождать только питьем воды начните с моих препаратов на первое место необходимо поставить препарат гликоцитрохромин принимайте по столовой ложке на один стакан воды два раза в день принимайте препарат поставит тонизон и ма ма по чайной ложке на стакан воды три раза в день также начните принимать магний b6 по 2 таблетки три раза в день принимайте это все один месяц также обязательно обратите внимание на длительность вашего сна старайтесь сделать так чтобы длительность вашего сна было более чем 7 часов если вы не можете спать 7 часов подряд то вы можете днем один час досыпать сегодня я хочу представить новые капли их создала моя компания тибетская формула данные капли называются дремен вот они дремен еще одну мазь я хочу представить это мазь ментоловая тем она интересна в случае если у человека есть рожистые воспаления если есть заболевания кожаные которые приводят к появлению зуда герпетические высыпания это мазь может быстро буквально за несколько секунд устранить данную проблему навсегда избавив вас в дальнейшем от проявления вот таких слезоточения появляется ощущение заложенности носоглотки появляется ощущение текущей слюны такой которая постоянно в горле находится человек начинает вот так покашливать любая аллергия это увеличение нейтрофилов в крови уменьшение нейтрофилов всегда происходит за счет увеличения употребления хлорида в натрия именно поэтому я советую принимать препарат моей компании галит принимать его по одной таблетки два раза в день также от косточки на внешней стороне ладони можно на запястье можно избавиться тоже смазывая золотым бальзамом дуйко из народных способов изготовления теста который добавляется в муку добавляется порошок из гороха нута заваривается это все вернее заливается все водой в которой заварена зира после чего делается такая лепешкой на такую косточку накладывается принимать серебро необходимо при заболеваниях аллергии при заболеваниях царя с кожных высыпаний также в случае если есть кожные высыпания серебро рекомендую использовать в виде ингаляции 1 чайная ложка серебра в камеру ингалятора в чистом виде и делать ингаляции по пять минут два раза в день компрессы с терпентиновым бальзамом накладывать терпентиновый бальзам прямо на поверхность глаз но глаза при этом держать закрытыми на 5-10 минут также принимать терпентиновый бальзам 1 чайная ложка два раза уникальность терпентинового бальзама заключается в том что он снижает у человека мочекаменного заболевания убирает заболевания почек может устранить камне образующие компоненты в крови такие как ассалат и является может являться препаратом который может профилактировать и устранять дальнейшем заболевания формирование у ратных аксалатных новообразований в суставах поэтому очень рекомендую использовать всем людям у кого есть данные проблемы месячных как восстановить цикл нашей компании есть препарат он называется дисминора крови то есть закисление крови что в дальнейшем может привести нас к тому что мы набираем вес именно поэтому в случае если человек очень любит газированные напитки у него есть шанс очень быстро поправляться поэтому в случае если вы любите минеральную водичку это хорошо ничего этом страшного нет просто делайте так чтобы это был чтобы употребление и было в меру то есть и давление не проходят появились отеки на кистях рук и шеи и оденьте на правое запястье несколько красных ниток начните их носить также правое запястье делайте вот здесь сеточку из йода и на левом запястье делайте сеточку из йода когда будете ложиться спать делайте вот так крест-накрест сеточку из йода на щитовидной железе давление снизится и больше подниматься не будет при этом обязательно носите красную ниточку на правом запястье когда давление нормализуется снимите ниточку и выбросьте ее какие препараты рекомендую принимать чтобы не было отеков принимайте препарат ренокс принимайте продолжайте принимать яма и гликоцитрохромин по столовой ложке одного и второго препарата прямо в стакан воды принимайте два раза в день эти препараты можно посоветовать случае если у человека портятся зубы на первое место хочу поставить мои таблетки которые называются сатва для зубов то убирает практически мгновенно гингивит убирает заболевание полости рта убирает боли в полости рта любые воспаления наросты очень очищает от зубного камня скажите если появилась боль в позвоночнике в левой стороне на уровне груди при напряжении поворачивания ощущается боль как можно снять ее чем можно помочь спине мне можно помочь моей мази она называется вертебрализовая просто смазывать место где болит если у вас нет возможности покупать мои препараты используйте вольтерен гель так как это говорит о межреберной невралгии самый простой способ избавиться от межреберной невралгии это использование настойки спирта с перцем берется красный перец настаивается можно его приготовить настойка готовится очень быстро берется 2 стручка красного перца наливается 2 стакана водки и в блендере перемалывается после чего отцеживается складывается в бутылочку и в этот же день можно использовать для того чтобы не пили близкие такую вот настойку в нее необходимо добавить немного камфорного спирта одну столовую ложку после чего натирать это место и все ребра вдоль того места где болит вот такой настойка она действительно быстро уберет у вас данную невралгию для того чтобы убрать быстро отек поможет народный способ на левую руку на мизинец можно одеть колечко железное и поносить его отек убирается быстро буквально за два-три дня фиброденомы молочных железах они не злокачественные складывайте в виде смазывайте грудь мазью называется мастопатиновая также принимайте препараты эндонорм и принимайте препарат мастопатин по две таблетки три раза в день случай если она у вас низкая то вам необходим препарат лунгдан моей компании в случае если высокая необходимый препарат тонизон моей компании покалывание в пальцах рук что это и можно ли помочь да можно помочь необходимо поработать сосудами шеи и сосудами головы сосуды шеи это препарат гвардин сосуды головы здоровые сосуды принимайте по одной таблетке три раза в день данный симптом а цинкоглюконат принимайте данные симптомы еще скажите очень сильно болит нога в голеностопе при малейшем движении на снимке изменений сустава нет это уже хорошо а вокруг сустава с внутренней и внешней стороны опухоли врачи ничего не говорят у меня только на вас надежда ну я не бог поэтому не нужно так меня обязать сразу что только на меня надежда начните принимать препарат называется уралис и монкулит по одной чайной ложке на стакан воды одного и второго по одному стакану два раза в день накладывайте мою мазь она называется артрозиновая и бешофитовая смазывайте и бешофитовой мазью и артрозиновой мазь диабет первого типа можно попробовать полечить эмбриональным эмбриональными спреем брызгать в рот спрей брызгать в воду спрей принимать такой спрей или эмбрио коктейль четверть чайной ложки на стакан воды два раза в день при диабете первого типа еще рекомендую принимать калиновую воду 1 столовая ложка на 1 литр воды принимать по одному стакану вот такой воды взбалтывая каждый день утром и вечером какие препараты помогут ребенку 8 лет от дрожания рук алгоцин 1 чайная ложка на стакан воды после еды это ярко видно когда он руки вытягивать вперед когда пишет а также поставит и гитарекс принимайте гитарекс поставить по одной таблетке алгоцин 1 чайная ложка на стакан воды один раз в день исключительно после еды можно ли помочь при геморроидальных узлах можно помочь ставить на ночь ректально свечу изотоновую смазывать мазью варикавазиновой варикавазиновой также принимать мой препарат который называется рутин геморрнем по две таблетки три раза в день еще очень хорошо бактамакс по две таблетки три раза в день на ночь очень хорошо выпивать одну таблетку растворимого аспирина не получается забеременеть а мне уже 35 лет помогите спасибо нравится очень мой препарат он называется корунеш и кинскит если принимать по две таблетки первого и второго препарата на протяжении двух месяцев это увеличивает во много раз шанс в дальнейшем забеременеть и хорошо выносить ребенка кожу можно увлажнить путем увеличение употребления железа как правило именно отсутствие железа в крови и приводит к тому что кожа морщинится я рекомендую использовать мой препарат минераликс использовать препарат сера и еще использовать препарат селен йод используйте все три препарата по чайной ложке на стакан воды можно в один стакан два раза в день мой сын маленький вес очень худой что ему принимать принимал спортивное питание не помогло пусть принимает гормонорм по две таблетки три раза в день и принимает калин пол чайная одна чайная ложка на стакан воды два раза в день что можно сделать застарелый остеомиелит бедренной кости свич многолетней только оперирователи все-таки уберет это есть такой у меня такая мазь она называется мазь антитров смазывайте мазью антитров и мазью живица также накладывайте бешофит тоже мазь смазывайте еще натирайте по пары как говорят в украине или пояснично-крестцовый отдел сливочным маслом натрите сливочным маслом марлю или жгут и обмотайте очень плотно вокруг своих бедер и ходить его так со сливочным маслом из такие вот с таким жгутом на протяжении суток потом на следующие сутки ничего не делайте через сутки вновь это делаете это отпустит сустав он начнет шевелиться и в дальнейшем начнете чувствовать себя человек на и родинки это высокая кислотность жкт и панкреатит чем это все убрать железняк чай принимать дальше пить препарат железняк по две таблетки три раза в день чтобы конечности не мерзли guitar x по 2 таблетки три раза в день тонизон по две таблетки три раза в день для того чтобы ноги не гудели препарат рутин и препарат бактамакс по две таблетки три раза в день помощью чего можно убрать золотистый стафилокок на щеках можно убрать при помощи препарата гемартан 6 таблеток на ночь со следующего дня по одной таблетки три раза в день на протяжении одного месяца могу сказать что данный препарат уникален тем что он полностью устраняет стафилококк в крови также его проявления где-либо кожа на если есть такое убирает стафилококк из носоглотки из толстого и слепой кишки и вообще считают данный препарат очень уникальным случае если холодеют ноги и есть стафилококк рекомендую использовать препарат гемартан совместно с препаратом 40 там много лет назад болела гайморитом после этого еще и фаренгит страдаю кашлем большой частью после сна мокрота отходит больше часа кашлю даже когда смеюсь после сна ужасный запах изо рта необходимо продолжить принимать мой препарат эмбрионозин спрей в нос также делать ингаляции серебро германии хотя бы 10 дней по принимать препарат кавалин 1 столовая ложка на стакан воды один раз в день также принимать гемартан 6 таблеток на ночь 10 дней